доброе утро земляне я себе все таки купила эту чашечку помните я смотрела с крышечкой уже и кофе выпила а теперь я подготавливаюсь к огороду у меня уже вот такой бант сейчас сюда налью льда насыплю льда она же держит холод зеленого чаю туда-сюда бегать неохота закрой это дело так закрыла огород сегодня огород 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 сегодня попрохладнее видимо от вчерашнего дождя как-то климат изменился но хоть немножко надо пропал сама мимо еду и глаз один закрывай чтоб не смотреть так перчатки надо одеть побрызгаться от комаров сапоги надо одеть носки мало ли там будут ползать ну и все собственно и пойдем впахивать часа два лена ты потом завтра на работу не встанешь первое это надо побрызгаться от комаров комары будут жалить буду в таких коротких штанах все обрызгалась пошла за носками так основное взяла перчатки и сапоги старые так где у меня сапоги старые сапоги старые для огорода ну там же могут и змеи ползать я же видел змею то в прошлом году что же в этом что ли не будет перчатки вот они стакан ой сколько я много и вперед видите погода такая не солнечно и прохладно где 23 ветерок самое оно работать сейчас я покажу что первую меня по плану частью поставлю и так первое по плану вот этот забор стоит вот я его весь должна оборвать уложить все это мульчой внизу так и вот несчастный помидор один я его посажу прямо в середине и пускай он хоть один но растет и раскидывает свои ветви а вот это вот все мне надо содрать ну и траву вокруг по щипать ходить уже невозможно хотя бы вот это сделать но еще мне надо откопать чеснок сказала мужа чеснок не покупай чеснок у меня есть но фиг его знает может я его вообще не выкопаю все короче приступаю работы много куда мне камеру поставить а потом быстром воспроизведений вам показать так вот тут камешка есть может вот тут поставлю или далеко очень или вот на этот камешку поставить а Продолжение следует... 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 Куда он упал-то? Палочка-выручалочка. Нет, шпинат я не пропалю. Я его вырываю вместе с орняк, со шпинатом. Буду просто хоть в округе траву сейчас пообрывать. Палочка-выручалочка. Палочка-выручалочка. Перекор. Палочка-выручалочка. 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 жалко разобью последние сокровища выключу и на батарейки поставлю все давайте давайте короче хоть как-то хоть как-то солнце вышло все нет сил еще хотелось посмотреть что у нас там с чесноком стоит ли стоит я думаю да стоит стоит ничего себе еще как стоит стоит вынимать стоит не зря сажала не вынимается сейчас подсушим да весь мокрый короче его надо вынимать сухим я так думаю хоть так-то голова кружится от жары полежи подсушить а я домой все все сил нет все все нет еще пельмени эти делать сейчас куда-нибудь вас подвешу сюда и сохнет разве может хорошего блогера такая грязная палка это разве возможно такой срочно в душ срочно окрасилась и накрасилась после оборода-то и вот думаю пельмешек азабацать лучка то нет здесь есть ближайший магазин у нас прям пять минут езды поеду съездил пока семена очень пришел лучка куплю нет лука веку к пельмени и фарш стоит второй день все пропадет солнышко но это ненадолго послезавтра опять дожди можно и пешком дайте я как-то на велосипеде быстрее ой какой-то фиолетовый оттенок у меня до экспериментируем а вот и магазинчик так где мне припарковаться а вот и лучок с чесночком с чесночком Продолжение следует... 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 А теперь можно падать. Это вот этими дюмакура, ну, подушка, которую обнимаешь, когда спишь. Я эту с одной стороны бросаю, а эту с другой стороны бросаю, чтобы они меня не брыкали ногами. Спим-то вместе. Я понимаю, скоро пацаны будут вырастать, и скоро придется им спать отдельно от нас. Ой, даже не представляю, как расставаться-то с ними. Хоть они меня бьют ночами. Руть повырывала, пельмени сварила. Отдыхаю. Вот, подушками этими закрываюсь от них. Скоро-скоро. Ну, это, скорее всего, с переездом, если мы переедем к отцу, к его. Что он планирует до апреля. Ну, то есть, в апреле они же... Сёма пойдёт первый раз в школу. Иса меняет класс. Синие ногти. Ис меняет класс. Если переезжать, то к апрелю. Но это уже зимой надо готовиться. Ну, дело в том, что там у отца бумаг много. Херни разной всякой. У энтова, у моего, тоже фигни разной всякой полно. И с этим надо разобраться. В конце концов-то. Ой, Господи. Молодцы, пора. Мне, естественно, никто не доверит разбираться с этим. И вот, если муж разберётся... Ну, а как переезжать? Там всё захламлено. Дед уже не умеет выбрасывать, мусор сортировать. Там надо разобраться. Поэтому у меня нет уверенности, что мы сможем переехать. Потому что нет уверенности в том, что муж там разберётся. Ну, вот, если вдруг у нас получится переезд, то тогда там на втором этаже три комнаты. Три. Я думаю, что пацаны в одной. Я в одной. А муж в другой. А чё мы? У старой пора спать раздельно. Ой, старый. Это не надо говорить. Мы молодые, нам спать надо раздельно. Ну, может, мы сможем вместе. Но дело в том, что если вместе, он свои хламидии-манадии будет таскать. А я хочу комнату свою конфеткой сделать. Поэтому если ты там живёшь вот со своими хламидиями-манадиями, я уже смирилась с этим, то ты там тогда и... Ну, а дедушка, он сейчас спит на первом этаже. Он будет на первом. Ну, вот как так. Ну, не охота. Не хочу. И тут нормально. Пока он весь не собрался, как коробочка, варить сюда на второй этаж, кровать затащить. Чтоб он... Он и так вот, знаете, он не так стоит уже, а вот так. То есть он уже с касанием вился в сторону, в другую. Моя мама-то когда сюда залезала, они тут что-то... Нет, они не тут спали. Они на первом этаже с отцом спали. Сато всё переживала, что второй этаж рухнет. И когда нас много тут собиралось, он говорит, я пошёл вниз, пока мам наверху я не буду на втором этаже. Вот так и живём. Вот весь день вам показала, какой. Всё, скоро спать. До новых встреч.